Ну что там у нас сегодня по ютубу? Посмотрим. Ого, спальтовая дорожка. Вот, эндуро мастер. Всем привет, парни и девчонки. Здорово. Сегодня я хочу провести небольшой тест-драйв, посвященный вот этой вот покрышке, МИТОС ЕФ 07, 140 на 80, суперлайт. До этого, последний раз на ФИМовской шине я ездил более двух лет назад. Тогда еще у меня был мотоцикл Хусаберг ТЕ300, ездил я тогда еще не уверенно. На тот момент эта шина мне показалась очень плохой. Была у меня не такая шина, а стояла у меня тогда Мишлен Эндуро Компетишн. Шашка абсолютно такая же была, низкая. Очень сложно было ехать в песке, практически не гребла шина. И выбираться из жидкой грязи. Сколько можно ехать? Едь давай уже. Потом я стал ездить только на шинах с высокой шашкой. И, в принципе, вот до этого момента не изменял себе в таком выборе. Последняя машина, на которой я ездил, это была МИТОС XT754. Очень классная шина, высокая шашка, как у Петра Шины. Единственная проблема, она была узкой. 120 у нее была ширина. Как я ее не спускал в давлении, даже до 0,3 доводил, но это уже очень опасно было. Она все равно стаскивала мотоцикл. То есть, если я где-то передвигался по наклонной поверхности, если там на этой поверхности находились, например, корни или камни, то все, шина меня сбрасывала. Такая покрышка тоже недолго будет держать, но мне почему-то кажется, что на наклонной поверхности эта шина будет работать лучше. Сейчас у нее давление 0,5 атмосфер. Я надеюсь, что мне спускать дальше не придет. Сегодня я хочу провести какой-то здрав. Проверить работу покрышки в песке. На горке не беручка, это в стайках. Ну-ну! И, соответственно, на горке, которая называется «Х*** заедешь». Напомню, что на такой же покрышке Митас Е07 Superlight 140 на 80 ребята на КТМах двухтактных с большим трудом могли заехать тогда на эту горку. А я на XT 754 заехал достаточно легко туда. Ну, не с первого раза, конечно, но... Ладно. Вообще-то с первого раза. Правда, территорию, по-моему, с первого раза и заехал. Ладно, не суть. В общем, вот такой вот сегодня будет тест-драйв, в ходе которого мы сможем с вами определить, хороша ли эта покрышка в условиях вот такого покрытия рельефа. Либо придется обратно вернуться на XT 754 и не выпендриваться больше. Итак, первый тест попробуем сегодня сделать. Это слаппер проезд бревна на заднем колесе. Посмотрим, как будет цеплять шина, как будет подниматься мотоцикл. Я так тоже могу. Сейчас я попробую поднять мотоцикл метра за два до бревна. А если еще раньше поднять, попробовать? Здорово! Здорово! Поехали, поехали, поехали! Ааа, блядь! О, сквароль! Здорово, на месте, ебань! Свою мать! Живую хоть? О, хуй знает! О, подними, пожалуйста, мой мотоцикл. Слишком скользко. Нормально разложился я. Забелись. Вот она эта езда в пыли. Ладно, бочиной ударился. Ногу подвернул немного. Левую вот. Когда катапультировался, за что-то цепанул. Может, за руль. Чувствуется завтра у меня, ну или сегодня уже будет. Хороший такой синячишка. Красава, конечно. Как я люблю говорить, на ровном том месте разложился. Вот чуть выше, вот здесь вот защита, да, рюкзак там все. Чуть ниже защита копчика. Нет же, вот сюда, где ничего нету, никакой защиты. Потому что лошара! Тут песочка, б***ь, кто-то набрал себе. Да. На дом. Испортили вообще полностью. Но. Только если слева. Если буду оттуда вот. Но. С левой стороны и сразу туда наверх. Я даже сразу понял про что. Я смотрел твой видос последний. Я на б***ь. Я тебя не убил. В чью-то колею попал. Тут кто-то уже нарыл. Что там не нарыл? Самое смешное, что может это я и нарыл. Вряд ли кто-то туда еще мог заехать. Короче, этот тест пройден. Поехали дальше. Теперь Ниберучку попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашел. Да не может быть такого, еб***ь. А вот и горка, еб***ь. Заедешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, именно так и произошло. А я что сказал? Хотя справедливости радосту и отметить, что она вообще может утвориться. Не могу даже мотоцикл удержать. Она просто скользкая. Не поверите, я просто почти не шагаю. Это я скольжу все. В общем, у этой штуки нет зацепа. Это песок сейчас. Когда я на нее заезжал на шине МИТОС ИКСТИ 754, здесь еще был зацеп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау! И все. И здесь бы я сделал бэкфлип. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бесполезно. Вот такая вот цепочка здесь. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь. Не знаю. Опа! Это транзит. Все-таки скинуло. Надо отсюда валить, короче, сбоку. Вот так. Другому тут, наверное, вообще никак не уехать. Б*****. Хера себе. Б*****. А я все равно ничего не получается. Вот. Сейчас буду скорреть вниз. Главное, чтобы меня мотик не забрал. Давай-давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, вообще натрахался. Что такое? Уже ли из-за резины или так скользячка такая сейчас? Блин, фиг пойми теперь. Б*****. Да что ж такое? Такая скользота. Эта шина не едет. Это ты не едешь. Вот такая печаль, пацаны. Печаль. Придется ставить обратно 754. А ты ее по тесте взял или нет? Ну, я купил ее. Кому ты им гонишь? Кому тебе подарили ее? Так же не дадут по тесте. А что рекомендации были какие-то хорошие? Ну, типа они закапываются. Мотоцикл. О, кстати, сейчас тест такой проведу. Так, где тут можно копнуть? Сейчас проверим, как эта шина не закапывается. Так, первая передача. Начинаем газовать. Типа в горочку едем. Здесь пока ездит. Едет, ездит, ездит. Вот здесь мы попробуем. Пожалуйста, смотрите. Вот и все. Вот и все, что надо было доказать. Закапывается она точно так же легко, как XT-754. Может, конечно, 754 закопается чуточку быстрее, но мне кажется, что здесь бы просто 754 зацепилась за грунт. И я бы выехал. А это мало того, что не зацепилась, так еще и укопалась. Вот такая красота. Пи***й, ездит. Так что те, кто катают на Фиме и говорят, что это круто, пусть катают дальше. Возможно, для двухтактного мотоцикла эта шашка, конечно, окажется и лучше. Тут я пока ничего не скажу. Но на четырехтактном, на моей 350-ке, это просто какой-то кошмар. Ну что, парни, девчонки, вот на этой радостной или не совсем радостной ноте будем с вами прощаться. Не идем на... Тест сегодняшний показал, что... Дизлайк, отписка! Ну, в общем-то, вы сами все видели. Эта шина не подходит для моего мотоцикла. Ну, возможно, для всех четырехтактных мотоциклов. Ездить не учись! Мировые гонщики Hard Enduro, такие как Джарвис, Волкер, Билли Болт, они вынуждены ездить на такой шине, потому что она соответствует требованиям. Это Фим и у них просто нет вариантов. Я думаю, что если бы у них был выбор, то далеко бы не все ездили на резине с низкой шашкой. Если бы у них был выбор, они бы сидели на диване, как я. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки. Заходите на мой второй канал Enduro Master Exclusive. Заходите в Instagram. Там я тоже выкладываю различные интересности. Bye-bye. Дина. С самого верха горы, кубарем вот вниз. Как, нормально все? Да. Знаешь, когда приземлился, когда вот встал, сразу понимаешь, как хорошо, что ешь, шли, паху, шлем, боты, колени, есть. Ну, что и в дерево плечом садил, и рукой тоже в дерево. Знаешь, когда летел, руки, видимо, растаяли. Потому что ты тоже лошара такая же. А ты сюда ехал, да? Ну, ты экстремал. Может, попробовать и мне? Ну, сейчас уже так стемнело, конечно. Можно сейчас. Так, может, поедем? Ну, поехали. Мы пришли по асфальту. Давай тогда. Спасибо за компанию. Все, пока-пока. Нахуй с Ютуба! Нахуй! Эндуро! Это круто! Ставьте лайки! Пока-пока! Диван! Это круто!